Найти трехзначное число, цифра которого образует геометрическую прогрессию. Если из этого числа вычесть 792, то получится число с записанными теми же цифрами, но в обратном порядке. Если из цифры, выражающие число сотен, вычесть 4, а остальные 4 цифры искомого числа оставить без изменения, то получится число, цифра которого образует арифметическую прогрессию. Для начала запишем наши условия. У нас есть неизвестное число ABC, число которого составляет геометрическую прогрессию. B1 равняется A, B2 равняется B, B3 равно C. Это у нас геометрическая прогрессия. Если из нашего числа вычесть число 792, то получится число, записанное обратными цифрами. Запишем наше число следующим образом. В результате мы получаем число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. То есть 100C плюс 10B плюс A. A1 равно A минус 4. A2 равно B. И A3 равно C. Это у нас арифметическая прогрессия. Для решения данной задачи нам необходимо характеристическое свойство арифметической и геометрической прогрессии. Средний член геометрической прогрессии в квадрате будет равен произведению двух соседних. Bn-1 умножить на Bn-1. Характеристическое свойство арифметической прогрессии. Это средний член, а n- будет равняться полусуме двух соседних. a n-1 плюс a n-1. Знаменатель 2. Эти формулы полезно знать. Воспользуемся характеристическим свойством для геометрической прогрессии. Тогда у нас получается, что B2 в квадрате будет равняться произведению двух соседних. B1 умножить на B3. Теперь воспользуемся характеристическим свойством для арифметической прогрессии. a2 будет равняться a1 плюс a3 знаменатель 2. И воспользуемся условием, которое мы записали в данную. Но все наши слогамы мы перенесем в одну сторону. Тогда у нас получается 100a плюс 10b плюс c минус 792 минус 100c минус 10b и минус a. Все это равняется нулю. Тем самым мы получили систему. Преобразуем ее. Подставим сюда наши данные. Тогда в первом случае у нас получается B2 это B B2 будет равняться B1 умножить на B3 то есть A умноженное на c. Во втором случае мы получаем A2 это B будет равняться A1 это A минус 4 плюс A3 A3 это c знаменатель 2. В третьем условии мы приведем подобные члены. Тогда у нас получается 99a плюс 10b и минус 10b взаимо уничтожается. Сложим c. Получается минус 99c. 792 мы перенесем через знак равенства. Все это равняется 792. Заметим в третьем условии то, что мы его можем разделить на 99. Разделив мы получим A минус c будет равняться 8. Выразим отсюда A. Тогда у нас получается, что A будет равняться 8 плюс c. Перепишем первые условия нашей системы. B квадрат равняется A умножить на c. Вторые условия нашей системы мы домножим на 2, чтобы избавиться от знаменателей. Тогда у нас получается, что 2b будет равняться A минус 4 плюс c. Подставим полученное A из первого уравнения в последнее. Тогда у нас получается, что 2b будет равняться A. Это 8 плюс c минус 4 плюс c. Преобразуем это уравнение. Получается 2b равняется 4 плюс 2c. Заметим, что в полученном выражении все наши числа кратны 2. Разделим на 2. Тогда у нас получается, что B будет равняться 2 плюс c. Теперь воспользуемся выражением с решеткой и подставим туда полученное A и B, выраженное через c. Тогда из выражения с решеткой мы получаем. Вместо B мы пишем 2 плюс c. Все это в квадрате. Будет равняться A. Это 8 плюс c. Все это умножить на c. У нас получилось уравнение. Решим его. Для этого нам нужно раскрыть скобки. Раскрыв мы получаем. 4 плюс 4c плюс c квадрат будет равняться 8c плюс c квадрат. Перенесем все наши слагаемые в одну сторону. Вправо. Тогда у нас получается 8c плюс c квадрат минус c квадрат минус 4c минус 4. Все это равняется 0. Заметим, что c квадрат и минус c квадрат взаим уничтожаются. Тогда у нас остается 4c. Четверку мы перенесем обратно через знак равенства. И все это равняется 4. Разделим полученное выражение на 4. Тогда у нас получается, что c равняется 1. Подставим в ранее полученное выражение под номером 1, чтобы найти значение для а. Тогда а будет равняться 8 плюс c. Это 1. Посчитав, получим 9. Подставив выражение под номером 2, мы найдем значение для b. b будет равняться 2 плюс c плюс 1. То есть 3. Запишем ответ. Искумное число это 931. Где а равняется 9. b равняется 3. И c равно 1. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. И ставить большие пальцы вверх. Спасибо. Спасибо.